Вот очень просто. Хотелось бы это иметь у себя в Армении. Очень хотелось бы иметь. Но, не знаю, армяне предпочитают строить какие-то другие вещи в Армении, называть все своими именами. Но я думаю, что восстановление генетического прошлого своего народа, это, так сказать, не меньше памятник, чем построить часор. Я очень хорошо отношусь к религии. Я человек неверующий. По той простой причине, что я преподаю эволюционную теорию в университете. Но не может быть человек эволюционист верующим. Ну, так уж получилось. Но, тем не менее, я считаю, что... Но, тем не менее, тем не менее, все-таки построить себе памятник не обязательно только через часу. Не согласиться с вами нельзя. Я с коллегой не согласен. У нас здесь тоже хватает деятелей искусства и так далее, которые при жизни себе мюсты ставят, памятники, ну, лично себе. И этим, как гордятся, хотят, может быть, на этой ниве почве себя прославить. Хотя, абсолютно вы правы, люди, они, образно говоря, дальше своего носа. Есть такая горданская пословица, поговорка «не видят и не желают смотреть». Может быть, потому что не понимают, он может быть, какие-то другие лечения и так далее. Но бог с ним. Это вопрос их совести и всего остального. Последний вопрос. Вы, как генетик, вы упомянули о том, что в Армении в течение года рождения Новороссийск составляет 45... 450 тысяч. 45. Нет, нет, 45. 60 тысяч. Я его 45 сказал. Значит, вы меня извините? 450. Слушайте, вы, люди древней культуры, когда-нибудь научитесь висеть себя? Я задаю вопрос. Я слышал 45 тысяч человек. Было 93 тысячи. Поэтому у меня вопрос. За последние 10 лет или 5 лет происходит процесс увеличения или снижения, или идет какая-то определенная... Да, я знаю эти цифры. Вот. И превышает ли рождаемость смерть? Какова сейчас ситуация? Значит, да. Ну, начнем чуть-чуть издалека. Дело в том, что в советское время население Армении было самым здоровым. Это данные переписи населения, данные, значит, Министерства здравоохранения СССР. У нас была самая высокая продолжительность жизни, у нас была самая низкая смертность, у нас была самая низкая заболеваемость. Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин является очень хорошим, этим самым, показателем здоровья нации. Чем больше разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин, тем хуже здоровье нации. Скажем, в Японии примерно 82-84 года Одна из самых-самых долгожителей сегодня В среднем, не отдельно, а в среднем Сегодня в Армении у нас не очень сильно упала продолжительность Не очень сильно По той причине, что у нас генетически довольно здоровая нация И если в 87-м году я могу там ошибиться на 1000-12 У нас рождаемость была примерно 83 тысячи примерно Может 92-94 После развала Советского Союза в 90-е годы У нас рождаемость была 36 тысяч Ну почти в 2,5-3 раз упала рождаемость В последние 10 лет Очень медленная, но устойчивая тенденция к повышению То есть примерно на треть у нас рождаемость увеличилась И еще мы можем похвастаться тем, что у нас никогда За последние вот эти годы 15-20 лет Никогда не было отрицательного баланса То есть что рождаемость была меньше, чем смертность У нас всегда был, естественно, прирост населения был положительным Сегодня, слава Богу, у нас есть тенденция иметь трех детей Все мои, так сказать, споряданницы А с учетом миграции или без миграции? У нас миграции и миграции очень мало У нас иммиграции очень мало Я вопрос, может, выводил? Да-да-да, правильно У нас иммиграции почти нет У нас очень мало приезжает Очень мало приезжает в Армении народ Есть какие-то, скажем, единичные Ну 10, 20, 100, 1000 Это не цифра для трех миллионов Но с учетом все-таки сложившейся ситуации Этих реалий Такого, что мы можем все-таки гордиться Тем, что у нас идет постепенное повышение и рождаемости И все-таки сохраняется довольно высокая продолжительность жизни Я думаю, что сегодня она... Что? Сегодня она, конечно, ниже, чем 70 лет Ниже, чем 70 Но, во всяком случае, она где-то 68 Но не 62, как в России В России очень низкий уровень Очень низкий уровень Я думаю, стоит задуматься В России просто над теми факторами А это собак кошек держат Что? И дети не интересуют И собак не кошек Ну, это очень плохо Это большая трагедия Демографическая трагедия Надо подумать над этим И надо решить Существуют какие-то госпрограммы Этих госпрограмм в Армении нет Наши ноли решают, да? Материнские, но... Очень много органов старе Все правильно, но пускай, пускай Я не знаю Во всяком случае Очень плохо, что русская часть населения уменьшается Это очень плохо Существует, за счет каких-то других сегментов Повышается существо населения Это не моя проблема Это не моя проблема Я думаю, что... Да, ну, там нет, да? Да, можно решать Да, слушаю Очень довольный, конечно Войточку не может И стал, да? Ну, некоторые ученые По нем Или, по-моему, как Кавказской начальнице Другие, ближе к Ерминскому народу А кинофонд нас Как, ближе к Ерминскому, или к Кавказу? Ваш вопрос Значит, к Кавказскому кинофону Мы имеем очень-очень отдаленное отношение Очень отдаленное Тут я не успел вам сказать следующее Что генетически Генетически Из всех четырех народов, окружающих Армению Мы дальше всего В этом объективной данной Никуда от этого не дышим Мы дальше всего от друзей Население Турции, особенно восточной Турции Это, конечно, генетически близкие нам Конечно Наши братья генетически Армении в своей истории Вобрали огромное количество Народности, племен, образований, групп Своей долгой историей Остались мы из этого большого количества Где ходите? Где, я не знаю, эти самые Кашкай? Где остались? Ну где? Где они? Нет, нет Они же не пропали Они просто вошли в состав того или иного народа И большая часть из них Ну, какая-то огромная часть из них Вошла в состав армян Сегодня армяне могут быть и высокорослыми Два метра Они могут быть метр пятьдесят Они могут быть плотными Они могут быть брюнетами Я не знаю, там, яхтами, блондинами Все может быть Пройдитесь по этому самому Посмотрите на аншельцев Светлые Посмотрите на Карабах Особенно Южный Карабах Я там работаю Я вижу Это светлые Это блондины Эти самые голубоглазые Иногда мужчины возрасту, я не знаю, там, 30-40 лет Они, ну, типичные эти самые, европейцы По своему окрасу Так что у нас очень большой раз на Украине Ну, просто специалист просто может выделить Разные группы Можно типирование повести Просто некоторые думают, что западные армяне жили на Турции Ныне Турция, что турки армяне отувенчили, стали темные Наверное, больше турки взяли у армян, чем у армяне С точки зрения, значит, опять же, генетической Турки больше взяли армянских женщин Не только армянских, грузинских Так, я хочу поблагодарить всех, кто пришел Я хочу поблагодарить тех, кто организовал Я благодарю Тиграна, я благодарю Артура за организацию Мне всегда интересно встречаться Поскольку мне хочется, чтобы те знания, которые мы получаем в своей области Об этом знали люди, которые этим профессионально не занимаются Чтобы не было у них стремления, не стремления, а желания Узнать об этом, но из таких не очень достоверных источников Почему-то многие, я не знаю, люди, которые работают в других областях Они считают себя вправе заниматься историей происхождения народа Ну, дилетантский подход тут не уместен, но он больше вредит, чем вам оно Спасибо вам Аплодисменты Вы, по-моему, для завершения беседы от нас всех Вам тоже выразили слова благодарности Прежде всего за тот интересный и содержатель рассказ Потому что время, которое мы провели с вами здесь Оно практически 2 часа Оно пролетело как на одно мгновение в одно дыхание Мы вам желаем всех новых творческих, научных удач, открытий Ну и по мере возможностей встреч, чтобы поделиться новыми вашими впечатлениями Спасибо вам Спасибо Да, и за одно слова благодарности С этим гостеприимным хозяевам готовы Слышать и приют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok